В СССР действительно умели снимать кино, и оно остается с нами и по сей день. Эти фильмы можно пересматривать хоть каждый год. К сожалению, нынешняя молодежь вряд ли их когда-нибудь посмотрит и оценит в полной мере. Сейчас им подавай отличную графику, спецэффекты и знаменитых актеров, а мы с вами вспомним пять отличных комедий того времени, которые обязательно можно пересмотреть на выходных. Ну, конечно же, Иван Васильевич меняет профессию. Ход истории едва не изменился после того, как советский инженер-любитель построил у себя дома машину времени. В результате жулик и управдом попали в эпоху Ивана Грозного с его опричниками, а царь перенесся в советскую Москву, где ему пришлось столкнуться с семейными драмами и милиционерами. Джентльмены удачи. Банда воров украла ценный артефакт – золотой шлем. Заведующий детским садом, очень похож на главаря банды доцента. Он отправился в тюрьму, чтобы выяснить у его сообщников местонахождение шлема. Но те ничего не знают, и милиционер устраивает им побег, в надежде, что поиски все же увенчаются успехом. Операция И и другие приключения Шурика. В 1965 году фильм был лидером проката в СССР. Студент Шурик становится участником увлекательных и забавных приключений. Сначала он оказывается напарником нахального здоровяка Феди. Затем лихорадочно готовится к экзаменам с девушкой Лидой, а в конце вступает в противостояние с преступниками. Бриллиантовая рука. Обычный советский гражданин Горбунков Семен Семенович отправляется в туристическую поездку в Турцию, где знакомится с импозантным молодым человеком. Это круто меняет жизнь Семена Семеновича и делает участником необычных событий, ведь его новый друг вовсе не тот, кем показался изначально. «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» Второй фильм Леонида Гайдая, где главным героем является студент Шурик. Он приезжает на Кавказ, чтобы изучить местный фольклор и традиции и знакомиться со студенткой, комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей Ниной, которая весьма приглянулась местному начальнику, товарищу Саахову. Пишите свои любимые комедии тех времен в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал. За лайк отдельное спасибо.